Здравствуйте, Габриэль! Добро пожаловать в Москву, в Большой Международный Конный Клуб Продар. Как часто вы посещаете Россию? С 2009 года я был в России около десяти раз. Обычно я приезжаю сюда раз в год, но пока не могу сказать, что хорошо знаю страну. Конечно, я уже побывал в Москве, в Санкт-Петербурге, Тульской области, в Липецке. В ближайшее время планирую во второй раз посетить Ростов-на-Дону. Также бывал на Северном Кавказе, недалеко от горы Эльбрус. Мне очень понравились эти места. К сожалению, я пока что не был на востоке России. Хотелось бы увидеть Урал, Сибирь, Байкал и Владивосток. Как, на ваш взгляд, Джеймс Филлис относился к России? Джеймс Филлис очень любил Россию. Он прожил здесь практически 12 лет и с большим удовольствием и самоотдачей работал в статусе старшего учителя верховой езды в офицерской кавалерийской школе. Джеймс Филлис был очень привязан к России. Двое его детей, которые умерли в юном возрасте, похоронены в Санкт-Петербурге. После возвращения в 910 году во Францию он очень гордился своим мундиром русского полковника и наградными документами, в которых были указаны два российских военных ордена – Святой Анны и Святого Станислава. Вы разделяете его чувства? Да, конечно. Во-первых, Россия обладает исключительным богатым наследием в контексте конного спорта. С точки зрения конной культуры, Россия – это страна, которая открывает уникальные возможности, вдохновляет на творческие открытия и способствует интеллектуальному обогащению. Поэтому да, разумеется, для всадника, чувствительного к красоте и элегантности, а также готового работать и совершенствоваться, пребывание в России, возможность соприкоснуться с ее конными традициями – большая радость. И потом, как я уже не раз отмечал, Россия – это необыкновенно гостеприимная страна. Каждый раз убеждался в этом, куда бы ни приезжал. Во время поездки по России в 858-59 годах Александр Дюма также обращал на это внимание. В своем рассказе об этом путешествии он написал, что русское гостеприимство было самым широким, самым блестящим из гостеприимств. Сегодня вы возложили цветы к памятнику Джеймса Филлиса. А существует ли памятник Джеймсу Филлису во Франции? Нет. Более того, насколько мне известно, нет иконных статуй других великих всадников. По крайней мере, такого размера, который был бы достоин этих знаменитых имен. Не существует памятник выдающемуся всаднику 18 века Франсуа де Лагериньеру, величайшим всадникам 19 века графу Дуору, Франсуа Баше или генералу Леотту. Поэтому памятник Филлису в России уникален. Насколько фигура Джеймса Филлиса известна и почитаема во Франции? Я бы сказал, что в России Филлис известен и почитаем больше, чем во Франции. Это парадоксально. Конечно, его знали во Франции, особенно в 880-х и 90-х годах, причем настолько, что пресса называла его королем всадников. Филлис также принадлежал к цирковому миру, как и многие всадники того времени. Разумеется, он преподавал и занимался верховой ездой во всей Европе. Тем не менее, во время своего пребывания в России, Филлис многое передал русским кавалеристам. Оставил большое наследие. Его вклад ценится во Франции, но значительно больше ценится в России. Следуют ли сегодня принципам Филлиса французские всадники? Склоняюсь ответить, да, в определенной степени. Потому что принципы Филлиса на самом деле являются классическими принципами. Филлис писал, необходимо стремиться к балансу, к легкому движению лошади в вперед, к тому, чтобы добиться наиболее энергичной реакции лошади при наименьшем усилии. Достигать баланса посредством сгибания в затылке, в высшей точке шеи лошади, а не в холке. Добиваться импульса от скакательных суставов, которые должны работать под центром тяжести. Добиваться легкости благодаря тому, что лошадь сдает в челюсти. В этом заключаются принципы моей езды. По сути, это принципы классической школы. Но на самом деле я должен признать, что современные французские всадники не следуют принципам Филлиса. Школа Филлиса сохранилась в России. Конечно, у него были ученики во Франции, но именно в России его ученики смогли передать знания новому поколению учеников. И именно в России Филлис смог обеспечить последующее обучение в офицерской кавалерийской школе. Его работа не прерывалась поездками за границу, как это было, когда он работал в цирке, что позволило ему полностью посвятить себя преподаванию. Среди работ Филлиса есть журнал выездки, работа, которая изначально существовала на французском языке. Клуб Прадар сделал первый перевод этой книги на русский язык. В чем особенность этой работы? Особенность этой книги заключается в том, что Филлис день за днем писал о процессе выездки трех своих лошадей с большой откровенностью, не скрывая ошибок или неудач. Как правило, авторы представляют результаты своих исследований или практики в форме принципов, извлекая уроки из опыта. В журнале выездки, опубликованном в 1903 году, Филлис с довольно трогательной наивностью рассказывает как о своих успехах, так и о неудачах. Он погружает читателя, всадника в свою вселенную. Какую работу, на ваш взгляд, можно считать самой значимой в жизни Джеймса Филлиса? Определенно, это основы выездки и езды. Книга, опубликованная в 1890 году, пользовавшаяся огромным успехом и быстро переведенной на иностранные языки. На немецкий в 1894 году, русский в 1901 году и английский в 1902. Но следует упомянуть, что сразу после его смерти во Франции в 1914 году была опубликована его книга под названием «Правила выездки военных лошадей». На самом деле, это был учебник для кавалерийской школы в Санкт-Петербурге. Он был составлен в 1908 году на основе учения Филлиса во время его пребывания в России. Я считаю эту книгу в определенном смысле конным завещанием Филлиса. Он описывает основные этапы заездки и выездки. Его методы очень постепенны и последовательны. Филлис уделяет большое внимание по этапной работе, работе в руках. Каждая глава содержит четкие определения, принципы, доступные методы исполнения упражнений. В этой книге заключена вся мудрость всадника, который почти 70 лет своей жизни ездил верхом. Основы выездки и езды – фундаментальный труд Джеймса Филлиса. Однако в его создании принимал участие Жорж Климонсо. Каким было их сотрудничество? – Насколько велик вклад Климонсо в создание книги? – В течение двух лет, с 1887 по 1889 год Климонсо и Филлис вместе работали над написанием книги. Климонсо был учеником Филлиса. Он был настолько впечатлен его чувством лошади и уровнем преподавания, что попросил изложить знания знаменитого всадника в письменной форме. Я бы сказал, что Климонсо держал перо Филлиса. Я имею в виду, что содержание книги основано на идеях Филлиса, но их формулировка и, возможно, даже организация работы над книгой – заслуга Климонсо. Очевидно, что стиль письма Климонсо, который был известным трибунам и полемистам, оказал значительное влияние на качество изложения материала в книге. Вы – автор биографии Джеймса Филлиса. Какие качества этого человека вам импонируют? Прежде всего, я ценю его любопытство, его открытость. Филлис практиковал все виды верховой езды – вольтежировку, отеколь, скачки, в том числе стипльчез, конную охоту и так далее. В 60 лет он, например, открыл для себя испанскую школу верховой езды. Он так сильно увлекся в венской школе и ее традициями, что приобрел Липициана и выездил его в традициях школы. В 898 году он приехал с ним в Санкт-Петербург и выступал на публике. Я также ценю его прямоту и честность. Несмотря на то, что он считал себя одним из величайших всадников, он не переставал восхищаться некоторыми мастерами, особенно генералом де Беллигардом, главным билейтером школы кадр-нуар в Самюри. И потом Филлис учит упрямство, но также и терпение. Своей жизнью работой он показал, что никогда не следует унывать. Кроме того, он писал – в верховой езде идти к цели постепенно значит быть уверенным, что достигнешь ее быстро. В чем уникальность этого человека лично для вас? Филлис – неутомимый работник. Всю свою жизнь он ездил вверху. Он ездил на более чем 150 тысячах лошадей. В его жизни были моменты, когда он ездил на 16 лошадях в день. Он выездил 40 лошадей в традиции от околь, что является рекордом. Он своего рода гений верховой езды, и с этой точки зрения он уникален. Кого из всадников вы бы могли поставить по уровню на одну ступень с Филлисом? Кого из русских всадников? Во времена Филлиса во Франции их было немного. Я бы назвал генерала Льотта, Франсуа Франкони, капитана Дессенфаля, брейтера кадр-нуар, родственника Жака Дессенфаля, пилота эскадрильи Нормандия Неймон во время Второй мировой войны, капитана Бюдана. Среди русских всадников я бы назвал имя подполковника Ситько. Он был учеником Бовкуна, который в свою очередь был учеником Джеймса Филлиса. Ситько называли русским колдуном, один из учеников заболел русским Филлисом. Большое спасибо, благодарим вас за беседу.